Сегодня под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное анализу реализации проектов с участием прямых иностранных инвестиций и международных финансовых организаций в первом квартале текущего года, а также задачам на первое полугодие. В последние годы была создана новая система разработки и реализации с выездом министров и руководителей отрасли в регионы инвестиционных проектов, обеспечивающих создание новых предприятий и постоянных рабочих мест. Введено множество льгот и преференций для улучшения инвестиционного климата. Проведены переговоры с главами иностранных государств и международных финансовых организаций, ведущими представителями бизнеса, по итогам которых заключено около 700 инвестиционных соглашений по привлечению в нашу страну нескольких десятков миллиардов долларов. Результаты этих мер отчетливо видны по темпам роста. В частности, в прошлом году объем инвестиций в основной капитал вырос на более чем 18%. Это, в свою очередь, обеспечило рост промышленного производства на 14,4%. Важным качественным изменением стал тот факт, что половина осваиваемых в текущем году прямых иностранных инвестиций приходится на долю регионов. Согласно инвестиционной программе на 2019 год, в рамках более 3200 проектов планируется освоить капиталовложения на сумму почти 14 миллиардов долларов. В частности, намечено освоить свыше 4 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций по 320 проектам. На совещании эти инвестиционные проекты проанализированы в разрезе крупных отраслей и регионов. Заслушаны отчеты соответствующих руководителей о проводимой работе. Обсуждены проблемные аспекты проектов, реализация которых запаздывает. В первом квартале достигнуто освоение намеченного объема средств. Однако, как отмечено на совещании, положение дел в отдельных отраслях и регионах неудовлетворительно. Руководители министерств по развитию информационных технологий и коммуникации, акционерных обществ УЗ Автосануат, УЗ Агротехсануат Холдинг, Ассоциации УЗ Алтехсануат, заместители Хакимов Кашкадаринской, Самаркандской, Сурхандаринской, Наманганской, Ферганской и Харезамской областей по инвестициям получили предупреждение. Глава государства предложил внедрить новую систему контроля для обеспечения своевременного освоения инвестиций. Согласно ей, все проекты с участием прямых иностранных инвестиций будут разделены на 4 перечня с отдельным контролем по каждому из них. В первый перечень будут включены 27 важнейших стратегических проектов, предусматривающих освоение 3,6 миллиарда долларов иностранных инвестиций в текущем году. Их реализация будет находиться под постоянным контролем президента. Второй перечень будет состоять из 65 крупных проектов на 1,3 миллиарда долларов. Их реализация будет под контролем премьер-министра. В третий перечень, который будет находиться под контролем заместителя премьер-министра, включаются 65 проектов, предусматривающих освоение 4,7 миллиарда долларов иностранных инвестиций. Контроль за реализацией проектов в четвертом перечне будут осуществлять руководители закрепленных за регионами центральных ведомств Ихакимы. Исполнение инвестиционных проектов будет постоянно обсуждаться. Возникающие проблемы оперативно решатся. Президент обратил внимание на наличие неиспользованных возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций и международных финансовых институтов. Отметил необходимость разработки новых инвестпроектов по отраслям и регионам. Министерство по инвестициям и внешней торговле поручено разработать совместно с отраслевыми министерствами дополнительные инвестиционные проекты для каждого района и города. С учетом имеющегося потенциала и ресурсов в нефтегазовой, химической, энергетической, машиностроительной, электротехнической сферах и промышленности строительных материалов, а также в регионах. Поставлена задача организовать на основе сформированных предложений совместно с посольствами нашей страны бизнес-форумы в стране и за рубежом провести презентации отечественных инвесторов. Необходимо установить прочные связи с иностранными инвесторами, выразившими желание работать в Узбекистане, помогать им от начала до конца проекта. Другими словами, вести их за руку и обеспечить результат, сказал Шавкат Мирзиёев. На совещании обсуждена также работа по расширению притока инвестиций в город Ташкент, выделению земельных участков и объектов государственной собственности для инвестпроектов. Отмечалось, что столица должна подавать всем пример в привлечении прямых иностранных инвестиций. Подчеркивалась необходимость мониторинга реализации проектов в отраслях и регионах, скорейшего запуска электронной информационной системы по оперативному выявлению и решению возникающих проблем. В ходе анализа сотрудничества с международными финансовыми институтами отмечена важность своевременной и качественной реализации проектов в социальной сфере. Указано, что запаздывает работа в рамках четырех проектов в системе Министерства здравоохранения, четырех проектов в системе Министерства водного хозяйства, трех проектов в системе Министерства жилищно-коммунального обслуживания. Для совершенствования координации таких проектов определены Министерства и ведомства, которые будут непосредственно работать с такими международными финансовыми институтами, как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Европейский банк реконструкции и развития, Международный фонд развития сельского хозяйства. На видеоселекторном совещании рассмотрено также исполнение дорожных карт, утвержденных по итогам визитов на высшем уровне. Как известно, в рамках таких визитов подписано около 700 инвестиционных соглашений. Счетной палатой создана база данных по соглашениям, налажены мониторинг и контроль их исполнения. Президент отметил, что необходимо исполнять предусмотренные дорожными картами меры быстро и последовательно, активизировать деятельность межправительственных комиссий в этом направлении. Кабинету министров поручено пересмотреть состав межправительственных комиссий, исходя из ключевых направлений сотрудничества с каждым государством. Отмечалось, что начиная со следующего года инвестиционные программы будут формироваться на трехгодичный срок. Все отрасли и регионы должны начать соответствующую подготовку. По обсужденным на совещании вопросам определены важные задачи на перспективу.